Все музыканты нашей страны Считали своим самым большим счастьем Попасть в заслуженный коллектив Беспублики Который возглавлялся Муравейским Ильинин Саныч Оркесар этот еще в 1924 году Уже в постановлении Мурчарского Он назвал заслуженным коллективом Так что когда Ильинин Саныч В 1938 году Через 16 лет После этой даты Пришел в этот оркестр Только он говорил Первое время Ему пришлось очень трудно Иногда даже плакать Потому что В оркестре абсолютно Отсутствовала какая-либо дисциплина И ощущалась полная Свобода такой Типа хаоса Кто тогда пришел Кто-то где-то опоздал В оркестр Принимали людей По назначению На профсоюз Призывал Даже помню эти фамилии Островский, Летичевский Вот такие музыканты В числе и критика Ильинин Саныча Какие он берет программы Почему он играет этих композиторов Такой Шостакович Совершенно непонятный никому И шестая симфония Очень плохая Поэтому ее играть не надо Нельзя И это все Недовольство Такое Эти группы Этих людей Они доходили До начальства Так что Евгений Саныч Приходилось первое время Очень трудно И он сказал Что первое С чего началось Такое Восхождение Оркестры Это Сидисциплина Первое Восхождение Самое серьезнейшее Что музыка Это мое призвание И музыке Ты должен слушать Не получать Бонусы От количества Смычков И ударов А служить музыке Потому что Более Потрясающего И непонятного Искусства Чем музыка Господь Несет Самое Великое Дело Так считал Евгений Саныч Так я считал Это мое Смирное Умение Что Музыка Самая Пока что Неизученная Угнация Искусства И самая Красивая И самая Советская Поэтому Все музыканты России Старались Попасть В этот Коллектив Нам Смотрели На русский Очень повезло Поэтому Мы считали Себя Счастливыми Людями Когда Илья Приступил К работе То Музыканты Были Набраны Сферу По митке Голубой рубашкой Я застал Например Знаменитого Курма 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 Всегда Его Девизом Было Самое Главное Менять Каждые Десять лет Ту И Бал Обязательно Нужно Это Менять И И Вот Он Дослужил До тех Курма Пока Не Пришло Его Время Освободить На Пенсию Я Само Представитель Деревянных Духовых Инструментов В Оркестре Всегда Существует Группа Струнные Деревянные Медные Ударные Инструменты Вот Я Работала Среди Деревяшек Как это Называли И Поэтому Мы Все Интересовались Главном Вот Дерево Дерево А Летвеки И Мы Несовались Сферы Дерево Дерево Меч У нас Возглавлял Знаменитый Виталий Глебовский Который Весник И Аким Алексеевич Тромбонист Был Концертмейстером Медной Группы За Границей О нем Писали Что Это Феномен Пазал Что Это Феноменальный Тромбонист Николай Андреевич Николай Андреевич Играл По-моему Третьего Тромбона И Преподавал Консерваторию И Положение Тогда Музыканта Было Таково Что Если Человек Владеет Своей Профессией В совершенстве То Ему Предоставляется Совершенное Звание Он Профессор Это Это Теперь Нужно Какому Самому Ничтожному Балалайшу Защитить Написать Какую-то Докторскую Диссертацию Чтобы Учить Принимание Это Только Там Звание Потому Что Без Звания Консерватория Это Очень Небольшая Зарпата Очень Нескоплачивается Это Все Поэтому В оркестре Муравецкого Играла Одна Профессора Медные Очки Все Были Профессорами Доцентами Виталию Буиновским Коршуном Козулов Артим Алексеевич Буиновским И все И все Проходили Очень Серьезно Иногда Даже Несколько Турбов Мне Например Прошлось Играть Четыре Этапа Надо Было Сыграть Соло Чип Христа Потом Все Важные Соло Оркестровые И Сыграть Два Концерта Смолез Только Тогда Дурсовный Совет Созданный Ток же После Смерти Крущева Вдруг Значит Вот Решал Кого взять Кого не взять За что Я могу Вручаться Это то Что Евгений Саныч Для того Чтобы Был Стимул Не только У солистов Как Играет Солист Это ясно Каждый Концерт У него Соло Он сидит Перед публикой Как Нагишон Его Некуда Укрыться Не за то Воспредь И поэтому Не все Играли Сольные Партии Верно Тогда Евгений Санч Предложил Устраивать Так называемый Концерт Отчет Это значит Вторые Голоса Третьи Голоса Вторая Скрипка Какой-то Артисты Они Раз в четверть Года Квартал Выходили На сцену И предъявляли Свою Состоятельность Вот Соответствует он Своей должности Или нет И много Таких Было Много играло Скрипачей Там Одинцово И Молодежь Которая Поступала Стажеры Ведены В моду Потому что Вот эти Отчетные Концерты Они проходили При обоих Коллективах Тогда у нас Уже Филамонии Работали Два Коллектива Один из Которых Евгений Санч Просто Спас Вот этот Так называемый Второй Состав Который Я называю Единбиратским Составом И все Мечтаю Когда ему Присвоит Это звание Потому что В самое страшное Время Этот оркест Во время Блокады Исполнял Симфонию Ее Слышали Немцы На границе И они Перестали Бомбить Бомбежку Они услышали Эту Симфонию И Как я читала Мемуары Один из Левцев Написал Нам Наверно Не удастся Взять Этот Город Смотри Мы В голодуху Запустили Они Еще Музыку Такой Совершил Подвиг Карл Ячебря И Ляшбов Вот С этим Со Своим Замечательным Аркесом Теперь Я не знаю В каком Они Статусе Вот И По-моему Трудно Насколько Мне Известно Очень Потому Что Какое-то Такое Материальное Неравенство Какое-то Несправедливое Неравенство Я его называю Этот оркестр Называю Ленинградским Оркестром Потому Что Была Лично Знакома С Элиасберг И Очень Уважаю Этот Оркестр И Люблю Единственное Которое Хожу Слушать Это Тот Оркестр Бывали На концерте Там Еще Божий Слушать Макия Челов Минише Бывали Иногда Такие Произведения К примеру 15 Шостакович Стравинский Сложные Какие-то Оркестровки У Сравинского Огон Это Все Очень Сложное Тогда Евгений Санч Я Как Сейчас Помню Он С Концертмейстером Группы Виолончели Учил Это Соло Вот Репетиции Было Там 7-8 Репетиций Каждый День Он Вызывал К себе В кабинете К свой Этого Виолончелиста И Он Ему Пилил Вот Эти Сольные Вить Потому Что Такой У Евгения Санч Было Амплуа Такое Он Был Не Просто Дирижером Он Для Каждого Из Нас Являлся Педагогом И Если Есть Хорошие Музыканты То Или Они Уехали Куда А Я Играл У Бравинского И Этих Музыкантов Берут В оркестре На западе Без Конкурса Понимаете Так что Очень Возможно С Каждым Из Нас Он И С Кларнетом Мучился И С Фагатистом Первым Столыпин У нас Играл И С 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 Никак не мог Всю Копови Уложиться И Он Всегда Таких Случая Не Не Гнушался Вот Этей Дополнительной Работой Объявлял Дерево Сегодня Пускай Придет На час Раньше Медь Пускай Придет На час Раньше Потому Что Вагнер И У него Играли Не Просто Воси Болтор А Тувочки Вот В таких Случа Объявлялся репетиции для медных начатов раньше. Я так застала, и я посещаю концерты, и я слышу всегда. Я люблю очень медь, вагнеровскую медь очень люблю, и мне всегда доставляет удовольствие Туга. Я даже была на конкурсе международном, где первое место по Туги завоевала женщина из Финляндии. Она, правда, играла на маленькой такой тубочке, витая такая, не как, понимаете, в военных оркестрах, а такая уменьшенная тубочка, и она очень здорово играла и получила тогда грампли, по-моему. Вот сейчас припоминаю, что Кирилл Борисович тогда, он всегда любил заниматься общественной деятельностью, и он где-то был не то в бюро, членом партии бюро, не то по профсоюзной линии, и он очень хорошо знал Евгения Санчо, потому что Ирина Александровна Антонова, его мать, обожала совершенно Евгения Санчо и была моей педагога по фортепьяно. Поэтому Кира всегда, мы иногда и цапаемся, как полагается, всегда деревяшком цапаться, но уважаем друг друга и относимся друг к другу хорошо. Может быть, он приезжал. Точного факта такого не помню, потому что можете тебе представить, сколько народу приезжало тогда поздравить его. Он просто играл в оркестре Муравейского, как все мы. Все мы музыканты играли, и теперь мы собираемся, и единственное, о чем мы всегда говорим, с чего бы не начали, это о том, какое было счастье, когда был оркестр Муравейского. Тогда Питер, Петроград, Ленинград тогдашний, многие писали, что вот в Ленинграде есть две достопримечательности, это Ермитаж и филармония. И мы этим гордились, и жалко, что такие люди уходят жизни такими молодыми, очень жалко. Но прожил короткую, но счастливую жизнь, что он прихватил вот этот период, пока он работал в Евгении Санчеве. Так же, как каждый из нас, кто остался жив и кто еще есть до сих пор. Писать докторскую диссертацию, как на пяти клапанах, чтобы там изображать, это глупость страшная, то, что сейчас происходит, когда просто специалисты высочайшего класса. А почему сейчас нужно написать дурацкую какую-нибудь диссертацию, а в шах для того, чтобы получить по трамбону звание профессора? Я не читала ни одной такой какой-то профессии. У Сумеркина есть какая-то работа, но и то это всего лишь перевод. Он просто перевел чьи-то труды, перевел с немецкого народа. Но это не твое изобретение, это не докторская диссертация. И никакая. Поэтому вот такие люди, как Аким Алексеевич Козлов и все ребята из медной группы, а Романов, Мишенко, который сейчас скончился только потому, что его несправедливо ему запретили работать в консервадоре. Это что такое? Хлорофос. Пока это не будет понято, будет ущербно для страны, для музыки, для души, для всех людей, и русских, и нерусских, не важно. Для России это плохо, если умрет музыка. Что-то сокращают школы музыкальные, увеличивают нагрузки педагогов. Получайте так вот, например, мой ученик преподает. У меня все ребята устроили. И у меня сколько человек? Четверо, кажется, преподают в консерватории. И я обращалась к ректору и говорила, ну же, пока не поздно, пока мы живы, те, кто может подтвердить, что это профессионалы, они должны быть выдвинуты на какие-то звания. Например, Федотова. Она уже заслуженная артистка. Она 20 лет отыграла у Федотеева. Первую флейту играет в Мариинском театре. Объездила весь мир. И ее знают всемирно известны. Для нее написаны специальные сочинения. Надо хотя бы доцентуру какую-то. Нет, сначала вот что-то надо написать, кем-то быть. Как лучше кем-то быть, когда она и так уже известна. Валентин Матери Черенков у меня там прикладает. Он играл в заслуживом коллективе много лет. И потом, когда Евгений Санчук шел, он работал в Мариинском театре много лет. Только лишь доцент. Уже немолодой человек. Уже болезни всякие есть. И все лишь доцент. Так что Вале повезло очень в смысле счастья, что он все-таки в своей жизни поработал с таким музыкантом. И поэтому, преподавая в консерватории, он передал какие-то традиции, какие-то нормы, какие-то порядки, как нужно относиться к своей профессии. Ведь если бы каждый из нас ничего другого не делал, но делал что-то одно хорошо на уровне профессора, то мы бы где жили? Не в каком-то таком мире. Мы же будем в браню, в браню. Так что я считаю, что нынешнее время требует пересмотра отношения к искусству и к музыке. Потому что если искусство умирает, а музыка – это голос души, и если в стране не будет души, а будет только роботообразное кнопочное нажимание, и все, то не удержаться, то как погибает что-то такое, когда перестают поступать ссорки, питающие души. Так заканчивается и жизнь клонская. И Валя. Жил бы он еще хоть 50 лет еще, просто имел бы счастье просто быть. Потому что если ты просто живешь, и если ты есть, это и есть счастье. Верно? Ну хорошо. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон»